Мы готовим яблочный пирог, французский, тарт-татэ называется. Он готовится дном кверху, получается. То есть мы сначала увариваем карамель. Это берется 300 грамм сахара, 100 грамм воды на плите. Это такого коричневого цвета, где-то вот такой должен. Может, чуть посветлее. Вот мы ее разлили по формочкам, силиконовые формочки у нас. И далее мы будем выкладывать яблоки. Яблоки мы используем красненькие, то есть мы полностью очищаем от кожуры. Убираем сердцевилку такой штучкой и разрезаем пополам. Сейчас у нас карамель немножко остынет, стекло превратится, и мы начнем выкладывать яблоки. Пока у нас, допустим, карамель остывает, мы готовим тесто. Тесто у нас используем бездрожжевое, можно самим сделать, можно использовать слоеное готовое. Тесто, значит, мы разделили на 2-3 части, раскатали скалкой его, и нужно вырезать по форме. У нас форму, где тарелочка, ну вот, по форме, в которой вы будете выпекать, вот так, непременно. То есть положили на тесто, вырезали круг и прокатали его дыроколом, либо просто вилкой проколоть, чтобы оно в печке пузырями не поднималось. Вот. И тесто кладем на положенные яблоки. Можно кто-либо слоеное тесто, допустим, сначала выпить яблоки с карамелью, тоже 45 минут, 170 градусов. А чуть-чуть остынет, и положить слоеное тесто, и буквально минут 10 выпекается, то есть оно быстро очень запекается. Вот. После того, как у нас наш татен выпекся, чуть-чуть подождать, чтобы он остыл, слить лишнюю жидкость и перевернуть на поднос или тарелку какую-нибудь. В качестве украшения мы используем вот такие яблочки, но они делаются очень долго. Это они как чипсы. То есть мы сначала варим сироп, где-то один к одному, это вода и сахар, то есть закипело. Выливаем в какую-нибудь миску объемную и выкладываем туда яблоки, порезанные вот такими доречками. Вот. То есть они там стоят, замачиваются, ну, часа 2-3, если там время есть дома. Вот. И выпекаются в духовке при температуре 100 градусов около 4 часов. Так, ну, надеюсь, получится. Хитрость паса. Ух ты! Сейчас попробую, стоит ли такое мучение. Ой! Такая красота необыкновенная. Ой, мой, мой. Ну, карамель должна все-таки быть больше такого коричневого цвета. А сверху присыпать, значит, его пудрой не будет? Ну, вот он должен еще подостыть, а лучше в холодильник там брать. Можно пудрой, вот, кстати, можно медом смазать, чтобы блестел. Красиво тоже будет, вместо нейтрального гелия. Вот. Ну, обычно мы его в холодильник убираем. Я думаю, нужно его чуть-чуть, чтобы он остыл. Потому что, когда его резать, он, да, развалится весь. Красиво. Очень красиво.